Казахстан и Германия построят логистический мультимодальный хаб в области Щитсу. Аэропорт пассажиры и грузопотока будет расположен в Харгосе. Более того, немецкие инвесторы заинтересованы также в развитии промышленной сферы. На базе Петропавловского завода по производству сельскохозтехники в планах развернуть кластер по производству тракторов и комбайнов. Новые проекты появятся и в сфере зеленой энергетики. Подробнее об этих и других договоренностях расскажет Динара Жанбатырова. Вторая часть официального визита канцлера Германии в Казахстан продолжилась уже на бизнес-форуме. Перед тем, как выступить в зале перед инвесторами, Касым Жумартука и Олаф Шоль встретились с капитанами немецкого бизнеса. 17 крупнейших производителей инвесторов не только Германии, но и всего мира заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. Зеленая энергетика, логистика, транспорт, сельское хозяйство, человеческий капитал. На самом деле точек соприкосновения, а ниже и точки роста у казахстанского и германского бизнеса достаточно много. Некоторые немецкие бизнесмены на казахстанском рынке работают долго. Вот, к примеру, производители насосных станций. Почти 30 лет они снабжают не только Казахстан, но и Центральную Азию своим высококачественным оборудованием. Теперь намерены расширить свою локализацию. Сейчас мы планируем следующий шаг. Здесь будет большая платформа для всей Центральной Азии. Завод всегда растет вместе с нашим продажам. Там страны, как нам нужно. Но больше и больше мы хотим здесь делать. Наш клиенту здесь, в Центральной Азии, быстро нужно иногда насосы. Поэтому нам нужно производить здесь. Клиенты тоже хотят немецкое качество. Поэтому нам нужно контролировать, что качество еще немецкое, но производят в Казахстане. К тому же это решит проблемы с доставкой товаров. Из-за геополитических разногласий порой дорога выходит дороже самого продукта. В удешевлении логистики заинтересованы и в Германии. Об этом говорит их намерение вложиться в строительство логистического мультимодального хаба на Харгосе. А это еще одна точка на транскаспийском транспортном маршруте. Они будут намереваться строить большой хаб, аэропорт пассажира и грузоперевозки на Харгосе в области Житсу. Это очень большой проект. Оно будет влиять на мультимодальную перевозку. То есть через использование дороги, железной дороги и воздуха. То есть авиаперевозки. Она позволит различной конфигурации доставлять груз в очень короткие сроки и по выгодным условиям. Немецкая сторона тоже заинтересована, чтобы вот этот средний коридор, он дальше перетекал на европейскую линию. То есть это очень такая будет хорошая связь доставления товара от востока до запада. Перспектива среднего коридора очевидна. На сегодня поставка грузов из Китая в Европу уже занимает всего две недели. Причем по территории нашей страны четыре дня. Для сравнения, пару лет назад на доставку уходило почти два месяца. Новые проекты Казахстана и Германии начнут и в сельском хозяйстве. На базе немецкого завода по сбору техники откроют новые производства. Однако все же большая часть инвестиций пойдет на зеленую энергетику. Проект крупномасштабный, который разрабатывается группой компаний SWIVIND, которая является 100% немецкой частной компанией. Проект разрабатывается более четырех лет и находится на поздней стадии разработки документации. С инжиниринговой точки зрения мы уже закончили прифит. И сейчас в данный момент определяем фазность, то есть мощность первой фазы, так как весь масштаб проекта очень большой. Мы говорим про 2 миллиона тонн произведенного зеленого водорода ежегодно. А если его переобразовывать в зеленый амьяк полностью, то это 11 миллион тонн зеленого амьяка на максимальную мощность. Для этого мегапроекта 9 немецких вузов разработали специальные программы для обучения. Они уже внедрены в Есенов-юниверсити, в Актау. Германская сторона заинтересована вкладывать человеческий капитал. То есть на зеленую энергетику, на водородную новую энергетику они будут обучать наш персонал. В Магностовский университет там будут открываться новые факультеты, новые группы и создаваться будет такой образовательный кластер по зеленой энергетике. На сегодня в Казахстане реализуются 66 проектов стоимостью 55 миллиардов долларов. Три цели уже достигнута привлечь к 2030-му порядка 150 миллиардов привых инвестиций. Таким образом, стоит предположить, что через пять лет результат может вполне превзойти ожидания.